Здравствуйте, дамы и господа, я Роман Галалин и сегодня я бы хотел с вами немножко поговорить о таком состоянии, как шизофрения. Заболевание распространено, распространено очень, все вы знаете и слышали, как держат психических людей в различных клиниках. Но психически больные бывают не только тихие, бывают и буйные. Когда я сам учился в медицинской институте, в медицинской академии и сам наблюдал этих людей, когда закрываются отделения на ключ, чтобы эти люди находились в определенном пространстве, не могли выходить, свободно передвигаться, так как считается интернационной медициной, что люди не совсем адекватны и не могут оценивать ситуацию, которая вокруг них происходит. Поэтому они могут представлять опасность для себя и для окружающего. Поэтому этих людей, естественно, держат в таких помещениях. Но сразу могу сказать, что не все эти люди ненормальны, как считают их традиционной медицины. Есть определенное пограничное состояние. Но, опять же таки говорю, по моей классификации сейчас существует четыре типа заболеваний. Это приобретенные заболевания, которые лечатся, по ошибке учителей, которые тоже лечатся. И кармические заболевания, как жизненный урок. Вот кармические заболевания, которые в своем разгаре, в большинстве случаев их даже облечить очень сложно. И вот шизофрения относится к такому роду заболевания, когда в 80% случаев как раз-таки это кармическое заболевание. А остальное может также быть, как жизненный урок, ошибка учителей. И иногда даже может и приобретенное быть заболевание, но всегда есть исключение. И из этого состояния можно будет выйти. Так что же такое шизофрения? То есть шизофрения, конечно же, такое состояние, которое отличается от нормального состояния, если простым языком говорить. И человек уходит в этом состоянии от реальности. Человек уходит от реальности, и это сопровождается его неадекватностью поведения. И опять же таки говорить, что такое норма, что такое адекватность поведения, неадекватность поведения. Все это находится в рамках определенной нашей жизни. То есть как мы себе представляем, как себя должен вести человек, насколько он должен быть адекватен или неадекватен. То есть это тоже такое условное понятие, которое смещается и вправо, и влево. То есть если человек духовно развивается, он немножко другими глазами на мир смотрит. Если человек глубоко в системе находится, он как боевая лошадь смотрит только вот так вперед. Ему очень сложно, конечно же, понимать, что происходит. Когда же человек начинает более широко смотреть на вещи, то у него все становится на свои места. Он понимает, что есть определенное состояние, в котором человек может функционировать на 100%, есть другое состояние, в котором человек может на 90% функционировать, а есть состояние, которое человек одержит, и он не может адекватно развиваться по каким-то причинам, о которых я уже говорил вначале, по поводу заболевания. Человек может слышать какие-то голоса внутри себя, человек может представлять себя очень великим деятелем. Все вы знаете про Наполеона, пример с Наполеоном. Когда человек представляет, я там великий Наполеон, я там полководец какой-то там серьезный, слушайте меня, что я говорю. Шизофрения, она может появляться и в начале жизни, и в середине жизни. Как правило, от 18 до 25 лет в основном возникают у мужчин, и у женщин уже где-то от 25 до 45 в таком диапазоне. Наша традиционная медицина отмечает, что это заболевание развивается. Конечно, эти же люди находятся на контроле у традиционной медицины, их наблюдают, их лечат, производят коррекцию, но, к сожалению, таблетками удается вылечить только единицы. Опять же таки повторюсь, если у человека приобретенное заболевание, то это реально скорректировать и таблетками, и без таблеток. Традиционная медицина, она, конечно же, выделяет какие-то факторы, которые вызывают шизофрению. То есть это переутомление, это стрессы какие-то, да. Это генетический фактор, который может нести и передаваться от мамы, от папы к ребенкам. То есть выделяют еще генетический фактор. Да, никто не отменял семейную родовую карму. То есть она может распространяться и на папу, и на маму, и на ребенка. Естественно, ребенок может по программе переносить это заболевание в свою жизнь. Также есть данные в традиционной медицине, когда есть аномалия головного мозга. Но, опять же таки повторюсь, если человек имеет проблемы с предыдущей жизнью, что-то он сделал нехорошее, и в эту жизнь у него по программе записано, что он должен перенести эту болезнь, то и может подогнать под это, да, физическое тело. Будет иметь такие изъяны, как дефекты головного мозга. То есть при рождении, да, в программе записано, и физическое тело развивается в связи с программой. Естественно, будут нарушения головного мозга и, соответственно, изменения психики, сознания, поведения человека и все вытекающие отсюда, естественно, клинические симптомы. Помимо того, что пациент или человек может слышать голоса, он также может иррационально убеждать, иметь иррациональное такое мышление, верить в то, что на самом деле не существует. И со стороны кажется, что его мысли, действия управляются извне какой-то силой. И поэтому создаётся такое представление, убеждение, что человек где-то в себе находится, то есть кто-то им управляет. Также человек может проявлять какие-то эмоции, неадекватные эмоции могут у человека возникать, бессвязная речь, ухудшение концентрации внимания. В принципе, это всё понятно, когда человек живёт в своём мире, и человеку на самом деле очень тяжело понять, что происходит, так как он не реагирует на внешние раздражители так, как реагирует обычный человек. Поэтому говорить, насколько он адекватен, неадекватен, тоже такое понятие, оно условное, так как большинство людей, которые имеют различные виды заболеваний, традиционная медицина, они считаются как патология. Но на самом деле, если у большинства из нас есть заболевания, которые нам даются программой, по программе, нашими учителями, помощниками, как жизненный урок, и надо эти заболевания рассматривать как своих друзей, как в книжке Синельников пишет «Возлюбив свою болезнь», вот это к этому напрямую и относится. Именно нужно взаимодействовать с этим заболеванием, контролировать его. То есть заболевание можно контролировать, то есть оно не смертельное, особенно когда жизненный урок, в большинстве своих случаев. И, естественно, можно же его и контролировать, немножко подружиться с ним, если простым языком говорить, таким абстрактным. А когда люди все в штыки воспринимают, мы живем на земле, как в тюрьме, мы живем рабы, как рабы здесь, еще что-то там, мы болеем, это плохо. Есть уже определенный опыт контактирования с сущностями, и сущности, они говорят, что на земле вы еще отдыхаете, говорят. Большинству планет там гораздо сложнее жить, чем здесь. И поэтому просто для сравнения информация, чтобы вы понимали, что мы еще просто здесь на отдыхе фактически все находимся, сами себе создаем какие-то сложности на самом деле. Этих сложностей не так много, сами себе программируем, создаем эти сложности, потом их преодолеть не можем, идем в тупик, пытаемся пробить эту дверь всеми возможными способами. На самом деле нужно просто остановиться, послушать себя и, может быть, даже иногда развернуться в совершенно другую сторону и пойти заняться чем-то другим, и тогда, возможно, жизнь будет налаживаться. И не будет такой тюрьмы, как сами мы придумываем. Есть, конечно же, воздействие на таких людей, которые болеют такими психическими заболеваниями, как шизофрения, только в том случае, когда у человека на излете кармы уже, то есть карма отходит, таким людям реальным помочь. Сущности сами иногда им помогают. Если у человека карма по полной программе имеется, то такому человеку бесполезно помогать. Никаких медитаций, никакое питание, изменения образ жизни ему не помогут. Если же... Вот карма, да, 80% занимает из всего этого диапазона тех заболеваний, которых я вначале перечислил. И остальные 20, конечно же, это как жизненный урок, как ошибки учителей, там, минимальные проценты какие-то, да, и приобретенные, естественно, которые также могут проходить, когда человеком занимается профессионалом, он понимает смысл этого заболевания, суть этого заболевания, и при работе это все может уменьшиться в разы, а то и вообще исчезнуть. Так же, как в любом заболевании. Поэтому я выделяю такую классификацию, как бы, чтобы всем было понятно. Когда человек понимает, что перед ним кармическое заболевание, с ним практически невозможно что-то сделать, только лишь перенести на следующую жизнь, изменив программу, тогда у человека будет двойная, тройная карма даже. То есть это, конечно, никому не нужно, но многие люди, конечно, в это не понимают и просят, и сами не знают, что они просят. Поэтому такие вещи очень опасно делать. И опять же таки схожу из того, что я раньше сказал, все считают, что он в аду живет. На самом деле просто нужно поменять свое отношение, и все. Просто нужно расслабиться, посмотреть на жизнь другими глазами. Ну да, ты не такой, как все, как тебе кажется. Ну что, все через это проходят. Кто-то проходил, кто-то сейчас проходит, кто-то следующей жизни будет проходить. Поэтому не надо отчаиваться, надо просто смотреть более философски на жизнь, быть более сильным, и двигаться дальше, стараться не нарабатывать в этой жизни карму. Про карму я уже говорил и буду говорить, и впереди есть лекция, и будем все глубже и глубже углубляться в эту тему. Не убивай, не насилуй, не обманывай никого, не разрушай землю, природу, будь честен с собой, и в принципе никаких проблем не будет. Некоторые даже ученые выделяют, что шизофрения, она заразная. На самом деле, такой вопрос спорный насчет заразности. Если человек, допустим, по программе не должен боять шизофрении, если у него нету в программе этой болезни вообще, то заболеть, я считаю, что практически нереально. Какие-то исключительные случаи, какие-то должны быть, какие-то энергии должны друг на друга подействовать, этих двух людей, чтобы произошло такое заболевание. Естественно, от него будет легко вылечиться, никаких проблем не будет. Пытались узнать причины этого заболевания, было сказано, что если мы вам скажем, причины этого заболевания, механизм, почему это происходит, то даже, возможно, ваша цивилизация пойдет не тем путем развития. Представьте, да, иногда задаешь такой, вроде бы, обычный вопрос, простой, тебе просто конкретно говорят, что может даже изменить ход развития цивилизации. Естественно, никому не хочется, чтобы наша цивилизация ушла куда-то не туда. Иногда мы спрашиваем такие вопросы, сами не можем адекватно понять, зачем нам это нужно, как делается душа, как она удаляется. То есть, кажется, все просто. Включил печатный станок, 3D, печатали в третье измерение душу, потом 4D и так далее, и пошла, поехала. Но гораздо все сложнее, и нашим мозгам это очень сложно все понять. Мы, конечно, хотим все знать, нам интересно это, нам интересно то. Человеку всегда все интересно, но этот интерес может привести к тому, что на самом деле, да, могут быть большие проблемы, поэтому нужно реально понимать, нужно нам это или не нужно. Нужно знать, как кто-то там живет, потому как у нас на земле чуть-чуть другие законы, работают, другой мир, естественно, мы под него подстраиваемся. Тема, конечно же, интересная, серьезная, психических заболеваний очень много, но суть в них одна, примерно я сегодня это все озвучил. Развивать эту тему можно до бесконечности, сегодня глубоко в традиционные дела клинику я не углублялся, те люди, которые болеют, родственники, которые с ними рядом находятся, они все это прекрасно знают, я не буду сейчас в это вникать, главное, я суть сегодня сказал для общего понимания. Итак, благодарю вас за просмотр видео, всего вам самого доброго, до свидания, увидимся в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok,